Ярослав, первый вопрос к вам. Действительно все так плачевно. Можете ли вы как-то кратко нашим зрителям рассказать, в каком состоянии находится на сегодня предприятие Беларуси? Предприятие Беларуси это такая большая совокупность. В этом совокупности есть те предприятия, коммерческие структуры, для которых санкции и война это мать родная, это великолепные возможности для заработка дополнительного. Например, если те структуры, которые обеспечивают безопасность прохождения кэшевых платежей. Сумки с кэшем, друзья, если кто помнит в 90-х годах, это была часть бизнес той среды. И сегодня, когда власти разрешили расчеты кэшем по внешнеэкономическим операциям, естественно, одно дело провести в кармане 10 тысяч долларов, другое дело 10 миллионов долларов. А это уже совершенно другой уровень. И вот это уровень уже, который требует охранных услуг. Охранная структура это, понятное дело, генералы. И вот для них это дополнительный источник дохода. Логисты хорошо работают. Например, тот же предприятие Беллекпрома, которым будут единственным поставщиком школьной формы. Они тоже будут хорошо работать, потому что в структуру издержек будут включать все, что угодно, в том числе бонусы для руководителей. Так что есть структуры, которые, собственно, будут пользоваться условиями, в том числе и госзаказом из России, рассчитывая на то, что все будет хорошо. Ну а, естественно, если говорить про малый бизнес, про ИП, про тот частный бизнес, который так или иначе работал и пользовался легальными финансовыми платежными системами, покупал какие-то импортные комплектующие из-за рубежа, ему будет гораздо сложнее, потому что логистика подорожала, издержки ведения бизнеса подорожали, конкуренция усилилась. И вот те там 2000, больше 2000 предприятий банкротов, это лишь маленькая часть. Причем вот в этом списке есть те предприятия, которые, та же белая жесть, это типичный рейдерский захват, я уверен, предприятие, которое было частным, могло хорошо стартовать, но такой, знаете, лакомый кусок был для тех людей, которые бы хотели его прибрать к рукам. Статистика показывает, что промышленность уже в минусе, экспорт тоже будет в минусе в глубоком, по итогам первого полугодия. Но опять здесь мы говорим про то, что экономика Беларуси в прошлом году было там 68,5 миллиардов долларов, в этом году она с учетом всех обстоятельств может быть там на 10-15 процентов меньше, но этот уровень, который позволит финансировать те структуры, которые держат в концлагере белорусского общества, белорусский бизнес. Бизнеса неподконтрольного властям, генералам, невовлеченного номенклатурно-силовые цепочки будет гораздо меньше. Дмитрий, вы держите связь постоянно с рабочими, ну я, по крайней мере, надеюсь, да, и, наверное, можете рассказать, потому что вот даже у меня в таком довольно далеком, но тем не менее окружении есть люди, которые просто вот прямым текстом говорят, все, что вы рассказываете про какие-то банкротства, про каких-то там сокращения штата на заводах, на предприятиях, это все ерунда полная, проплаченная там Западом и так далее. На самом деле, какая ситуация на белорусских предприятиях, ну хотя бы там в трех словах? По словам вот именно самих рабочих, как они себя ощущают вот в этих сегодняшних реалиях? Я хочу отметить, что рабочие, наверное, не ощущают на себе санкции, а рабочие ощущают на себе всю красоту управленческого режима Лукашенко, ну, можно так сказать. Нету таких серьезных каких-то сокращений, нету каких-то серьезных закрытий банков, да, потому что режим заинтересован в том, чтобы держать всех людей в определенном месте, определенное место, это работа, чтобы они все были под присмотром. Будут стараться любыми средствами поддерживать работоспособность, поддерживать какие-то зарплаты, уровни их, чтобы они сильно не просаживались, ну а рабочие говорят, что если даже зарплата сильно не пала, то покупательская способность значительно снизилась. То есть те списки предприятий, организаций, да, предпринимателей, которые подались на там просто, это просто официальная часть, которая уже дошла до того, что некуда больше двигаться. Очень много предприятий, в принципе, которые испытывают на себе вот эти трудности, для работников их не доводят, поэтому обычно знают только высший управленческий персонал. И поэтому рабочие, возможно, кто-то может сказать, что всякая информация проплаченная, что у нас все хорошо, но это, наверное, только те, кто ходит в разрубочках, потому что те люди, которые общаются с нами, в принципе, ни разу мы не слышали от кого-то, что все хорошо, и все меня устраивает. Флагманы, скажем так, стараются сделать переориентацию на восточные рынки, нам постоянно поступает информация о командировках, не знаю, из пяти рабочих дней, четыре дня руководство может ездить в какие-то страны на командировки, потому что они ищут какие-то варианты выхода из этого положения. Но все ли у них получится, покажет время. Как мы видим, все получается очень хорошо, но пока что голодного бунта еще не будет, ни сегодня, ни завтра, потому что режим будет вбрасывать деньги. Эти вбросы начались, в принципе, не начались, а продолжаются, и активнее начались уже с указом Лукашенковским о поддержании и всякого рода дотации. Ярослав, ну вот о чем говорит Дмитрий, насколько вот такие вбросы способны удержать вот этот вот бунт, который может случиться, насколько может удержать вообще на плаву некоторые предприятия, которые уже и так идут ко дну реально? И откуда брать деньги, если предприятие, это прибыль и такой большой не приносит? Есть такой гарантированный источник выручки и оборотного капитала, который называется денежный печатный станок. Белорусские власти в этом году достаточно осторожно им пользуются. Мы видим статистику по состоянию на 1 июня, и даже вот по 1 июня широкая денежная масса с 1 января по 1 июня не увеличилась еще даже, то есть она даже меньше, чем была в начале года. Белорусские власти понимают, что при сокращении экономики увеличения денежной массы – это давление на курс белорусского рубля, это, безусловно, еще большие цены, инфляция под 20%, даже официальная, это, конечно же, удар по покупательной способности заработных плат работников. Поэтому, если мы смотрим даже по оценке деятельности крупных промышленных предприятий Беларуси, вот буквально сегодня вышла статистика по МТЗ, при росте выручки чистая прибыль сократилась более чем в 10 раз. Это как раз показывает то состояние финансов, которое испытывает крупное промышленное, вообще крупное белорусское предприятие. МОПИД, БелАЗ, там, где есть проблемы с бытом, с обеспечением импортными комплектующими, там всегда будут проблемы. Единственное, вот то, что мы еще не знаем, какую поддержку в плане включения в какие-то производственные промышленные цепочки окажет Беларусь-Россия, то есть будет ли это, условно, госзаказ, госпокупки гарантированные для белорусских предприятий. Второе неизвестно, это насколько быстро смогут заработать логистические цепочки по такой серой поставке параллельного импорта, в том числе комплектующих инвестиционных товаров на белорусские предприятия-заводы. Как будут работать и как будут приориентированы ключевые для белорусской экономики и для состояния бюджета потоки нефтепродуктов, калийных удобрений, это тоже пока неизвестно. Поэтому, если смотрим на цифры, значит, 4 месяца бюджета, то, на удивление, еще профицит сохраняется, уровень госдоходов составляет где-то 42% ВВП, это не критично, поэтому ресурсы накопленные белорусским экономикой и предприятиями еще есть. Да, будут зарплаты падать, но я думаю, что белорусские власти понимают одну вещь. Хоть там чуть-чуть, но надо платить вовремя. И пока этот график выплаты, зарплат не нарушался. Дмитрий, давайте к вам тоже вопрос. Ну, наверное, немножечко от экономики отойдем, с вами разговаривая. То есть, доходит ли до вас информация, например, связанная с... Это известный факт, что лицензиаторы отказываются от сотрудничества европейские с нашими предприятиями. Сервисные центры тоже отказываются, потому что многие предприятия под санкциями, ну и вообще это как бы влияет на имидж. Увеличилось ли количество каких-то, не знаю, поломок, которые невосполнимы? Опять же, была информация о том, что многих как раз-таки узких, высококвалифицированных специалистов увольняют по политическим мотивам. Сказалось ли это как-то на производствах? То есть, можно ли говорить, что какие-то цеха вынужденно простают, потому что просто нет специалистов или оборудования? Что можете про это рассказать? Безусловно, это все отразилось. Здесь, смотрите, мы на сегодняшний день стараемся не очень много давать информации для того, чтобы, ну скажем так, не кошмарили людей. Потому что любая утечка информации на сегодняшний день создается чуть ли не оперативный штаб, поиск, откуда это произошло. Мы информацию собираем, анализируем и видим, что такое происходит. Низкоквалифицированных специалистов из каких-то смежных цехов, смежных специальностей, смежных отделов. Стараются перевести на места тех людей, которые были действительно профессионалы своего дела и пытаются вот так вот заткнуть эти дырки. Ну, конечно же, ничего из этого не выходит. Мы должны понимать, что до тех пор, пока мы будем позволять так вот делать, увольнять своих коллег, и пока мы не объединимся и единым фронтом, и выступим, да, это будет продолжаться по чуть-чуть, понемножку, по одному человеку будут убирать, и то есть будут продолжаться. Соответственно, это отразится и в предприятиях на производственном процессе, в какой-то организации, на отделах производства, допустим. Процессы замедляются, качество улучшается, и, естественно, страдают сами люди, потому что, ну, большое количество нарушений, тоже оборудование работает, ну, условно говоря, на изоленте и на проволоке, есть такие случаи на самом-то деле, и, ну, может произойти большая беда, и происходит ЧП, ну, в принципе, недавно рассказывали то, что могли рассказать, когда человека просто отправили выполнять работу, которую нельзя выполнять, в принципе, одному, должны оформляться на ряду допуски, ну, вот человек пострадал, находится сейчас в больнице, слава богу, он не умер, и будет, наверное, с ним все хорошо. Это же на самом-то деле не просто потому, что какая-то халатность, это отсутствие именно персонала, отсутствие необходимого количества людей. Ну, вот, Ярослав, у меня к вам вопрос, возвращаясь к предприятиям, вот мне интересно, остались ли вообще в Беларуси еще предприятия, либо там ИП, которые пока прибыльные, и насколько они будут способны, в принципе, перекрыть тот дефицит бюджета, который государство не достает из-за организации предприятий убыточных? Знаете, есть в каждой экономике там 1-3% предприятий, которые хорошо живут за счет других. Поэтому если посмотреть на рентабельность тоже банковской финансовой деятельности, у них рентабельность там в среднем там 40-45% сохраняется. Там, где есть вот это горлышко отсутствия конкуренции и ограниченное количество поставщиков товаров и услуг, там всегда хорошая прибыль. Поэтому здесь вот будет сохраняться именно такая модель, когда будут посреднические структуры, работающие с номенклатурно-силовыми группировками, они от них будут зависеть все больше и больше. То есть им будет предоставлено право заниматься крупным оптом через фирмы-прокладки то ли из Турции, то ли из Грузии, то ли Кыргызстан, Кыргызстан. Они там будут регистрируют, уже регистрируют компании, причем это отмечает даже международное сообщество, бурный рост просто. И через эти структуры они будут поставлять, оснабжать, грубо говоря, белорусские заводы. Это знаете, в Советском Союзе была такая структура госснаб. По сути дела возрождается такой серый госснаб, который будет забирать себе много-много вот этой прибыли и подсаживать многие белорусские предприятия вот на эти поставки. Они будут, грубо говоря, таким брокером и потом, если, например, там кто-то не рассчитается, они скажут, ну давайте нам тогда активы. Среди прибыльных сохраняется, я думаю, безусловно, белорусская железная дорога. Она возит и будет возить вот то, что Россия недавно приняла решение о открытии всех портов для белорусских нефтепродуктов. Это же железная дорога же возит, правильно? Калийные удобрения возят. Логистические центры, опять-таки, занимаются перевозкой, переброской и тоже будут зарабатывать хорошо. Целая группа белорусских банков и структур. Вот эти люди, которым, как я сказал, кому-то война, а кому-то мать родная. Вот для них мать родная с точки зрения получения прибыли. Ярослав, хочу вернуться к теме, которую уже затронул Дмитрий в самом начале, импортозамещение, о том, что в командировке постоянно ездят чиновники и ищут, куда бы столкнуть продукцию. Как вы думаете, удастся ли полноценно заменить закрытые рынки какими-то новыми, когда это произойдет, и произойдет ли, соответственно? Ну и поможет ли это как-то туночным предприятиям? Заменить невозможно то, что имеет спрос только там, условно, в Украине или рынках Европейского Союза. Прежде всего, нефтепродукты, калийные удобрения. В России своего добра хватает, поэтому, понятное дело, что тут о никакой замене речи быть не может. Может ли белорусы заменить часть промышленной продукции, которую они покупали с Европы? Часть могут, но опять-таки, помните, было совещание Лукашенко по микроэлектронике, вот они обсуждали там компонентные базы, у нас же был интеграл, у нас же есть, собственно, хорошее предприятие в сфере, которое делают военку, и здесь тоже элементная база, здесь тоже большая зависимость от станков, которые делают эти самые полупроводники. И вот если даже, знаете, вот на голубом экране, не соврав, не моргнув глазом, показали схемы там или изделия 20-летней давности, то вы представляете, какая вообще элементная база, какое состояние вот этого сектора экономики. Я думаю, что будут возить из Китая, из Индии, через Индию, через Турцию. Это будет, знаете, место, вот это будет, помните, было в Беларуси выпуск иранского автомобиля Саманд. Вот я называю этот процесс Самандизация белорусской экономики. То есть мы будем, грубо говоря, опускаться до технологического уровня Саманда, а это, как мы знаем, технологии там Рено 70-х годов. Да, это будет бедненько, кривенько, косенько, ломаться часто, но это лучше, чем телеги с лошадьми. Ну вот, Дмитрий, прилетел вопрос от зрителей. Я напомню нашим зрителям, что можно их в чате под этой трансляцией задавать. Мы обязательно их озвучиваем нашим спикерам. И вот наш постоянный зритель, Вожик Патриот, спрашивает, что сейчас при соединении новых участников к рабочему руху, есть ли рост числа на фоне ухудшения экономической обстановки. И я еще вдогонку один вопрос вам, Дмитрий, задам. Есть ли у вас какая-то статистика, как много сейчас рабочих увольняется ввиду того, что происходит на заводах и уезжает, например, работать за границу? Начну со второго вопроса. Статистику по выезду за границу мы не ведем. Какую-то информацию мы имеем, естественно, но статистику не собираем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы все белорусы вернулись в Беларусь. Мы всегда это говорим, что у нас нет интереса, чтобы люди уезжали из страны. По первому вопросу для Вожика, Патриотта, скажу, что прирост есть, но прирост не очень быстрый, не такой, как бы нам хотелось. К сожалению. Это факт, я не буду это скрывать. Еще добавить, что у нас на сайте нашем есть счетчик, можно зайти посмотреть, там в режиме реального времени отображается количество присоединившихся людей. И, наверное, уже просто отойду от вопросов. Хочу еще добавить такой интересный факт, что вот председатель колхозов, который руководит сейчас Беларусью, когда-то ввел такую политику, что многим предприятиям закрепляли какие-то подшерстные хозяйства. Сельское хозяйство на сегодняшний день находится тоже в очень интересном положении, но большинство предприятий на сегодняшний день ведут процедуру по передаче этих сельских хозяйств на балансы каких-то там районных структур, областных и тому подобное. То есть является ли это каким-то знаком и сигналом, я предлагаю всем подумать, почему начали колхозы соединять от предприятий, которые раньше очень успешно и постоянно давали кому-то нагрузку для своей деятельности. Давайте мы об этом обязательно подумаем, но дадим еще возможность Ярославу откомментировать быстренько. Времени у нас, к сожалению, нет. На ваш взгляд, о чем это говорит? Это говорит о том, что многие сельхозаграрные бизнесы, а этот хороший бизнес в данное время являют, выше на самоокупаемости могут быть приватизированы теми людьми, которые туда эти деньги закачивали. Я знаю целый ряд таких проектов, убыточное предприятие, туда закачивали десятки миллионов долларов, техника современная, семена современные либо животноводство. И потом, когда вы понимаете, что это хороший бизнес, вот это можно с баланса сбросить и передать людям. Вот если, знаете, недавно была новость относительно того, что там успешно работает сельхозорганизация, министерства энергетики. Представляете, где энергетика, а где сельское хозяйство. Вот это пример того, энергетики выкачивают туда деньги, делают хороший бизнес, а потом через хорошо известные внутренние схемы передают эти активы нужным людям. Так что это ничего кроме бизнеса и зарабатывания на бюджетных деньгах, но это не та схема, которая каким-то образом стабилизирует экономику и сделает какой-то прорыв. Понятное дело, это просто маленькие кормушки, которые чиновники себе создавали годами. Субтитры сделал DimaTorzok